Глава десятая. Именем принцессы. Ночь — самое странное время суток. Во всяком случае, так считала принцесса Луна, наблюдая за остальными пони, которые могли любить ночь и бояться ее, радоваться красоте ночного неба и пугаться теней от фонаря, ежиться от холода, закутавшись тепло одеяло, и любоваться падающими звездами, рассказывая им свои самые сокровенные желания. И, конечно, так считала ночная стража. Потому что ночь была связана с работой, которая не сильно-то и претендовала на звание самой интересной работы в мире, а если они и загадывали какое-то желание о падающей звезде, то только с надеждой на то, что вслед за падением этой самой звезды наступит утро и закончится их дежурство. Стоит ли говорить, что их желания выполнялись не так часто, как им хотелось бы? Сейчас единственным желанием принцессы Луны было понять, что же творится на рыночной улице этой ночью. Одно из двух. Или какой-нибудь торговец вывел новую породу гигантских разноцветных цыплят, у которых, к тому же, выросла дополнительная пара лапок, или капитан Хейден переживает сейчас самые позорные мгновения в своей жизни? — Стоять! Именем принцессы Луны! — заорал цыпленок, который бежал сзади, полностью разрушив первую версию принцессы. Повелительница ночи вздохнула. Жизнь, конечно, часто подкидывает сюрпризы, но не у всех из них есть блестящая упаковка, перевязанная красивой ленточкой. Присмотревшись повнимательнее, Луна заметила две тени, летящие следом за капитаном. Судя по неровности полета и подергиванию крыльев, это была парочка младших констеблей, которые с высоты своего полета не могли не наслаждаться захватывающими сценами этой погони. Особенно такими, в которых Хейден знакомился с содержимым очередного ларька. Подробности этих сцен наверняка станут главной темой разговоров стражи на пару месяцев вперед. Луна не сомневалась в этом. Она-то думала, что после блужданий по темным пещерам ее будет сложно удивить. Если бы у Луны было больше времени, то она бы подыскала себе облако помягче и насладилась бы захватывающим зрелищем. Но, к сожалению, время не имеет привычки ждать даже принцессы. Поэтому у Луны ничего не оставалось, кроме как поспешить на помощь капитану. А то ведь он может еще во что-нибудь вляпаться. Преступник, решив сменить тактику, нырнул за поворот, скрываясь от капитана в одном из темных переулков. Может быть, этот хитрый маневр избил бы капитана со следа, но быстрая оценка ситуации, врожденные чутье стражника и след из перьев, сыпавшихся с преступника, позволили Хейдену взять верное направление. Как долго может продолжаться погоня, когда один из ее участников всю ночь подвергал свой организм нагрузкам, которые всю предыдущую жизнь считал предельными, а второй был лово как змея, хитер как леса, и быстро как вор, убегающий от капитана стражи. Наверное, это не тот вопрос, который стоит задавать себе, если вы все еще надеетесь на лучший исход. Но, несмотря на значительное отставание Хейдена, ночная стража не теряла преступника из виду. Во всяком случае, до тех пор, пока он не скрылся за очередным поворотом. Неизвестно, обладал ли этот поворот каким-то волшебными свойствами, но вот заслонить одного небольшого пони от преследователей он сумел. Всего лишь на одну секунду, но и этого мгновения хватило, чтобы стражники замешкались и остановились, размышляя, куда же подевался их разноцветный пернатый приятель. Разумеется, тот разноцветный пернатый приятель, который не являлся капитаном стражи. Но в ту ночь судьба решила еще раз улыбнуться стражникам, хотя улыбкой это назвать сложно. Скорее, она показалась им в таком ракурсе, в котором не виден ее круп. Из ближайшего к стражникам здания донесся грохот разбивающейся посуды, возвестивший о том, что там происходит что-то интересное и связанное с некой темной, но тем не менее известной личностью, которая в последнее время часто мелькала в заголовках газет. Может быть, конвоируя ее в штаб, получится взять автограф. Луна осторожно приземлилась на соседнюю крышу, стараясь не сильно шуметь, хотя горящий в окнах окружающих домов свет свидетельствовал о том, что грохот, сопровождающий последние мгновения разбивающихся тарелок, привлек к себе не только внимание стражников. Во всяком случае, реплики законопослушных горожан весьма четко и ясно раскрывали их точку зрения на любой громкий звук, возникавший позже трех часов ночи. Немного посовещавшись, стражники разделились. Пегаска отправилась на крышу, Грифон отважно шагнул внутрь, а капитан взял на себя самую опасную работу, что стоят на входе и дожидаться поимки преступника, в который раз пересчитывая все части тела, которые не испытывали мучительной боли, и в который раз убеждаясь, что их количество равно нулю. Правда, у этой стратегии обнаружился небольшой недостаток, принявший вид окна, выходящего на другую сторону улицы. Правда, об этом изъяне стражники узнали только, когда услышали звук бьющегося стекла, что дало преступнику время взобраться на ближайшую крышу, где его спокойно дожидалась принцесса. Преступник отступил на шаг, не произнося ни слова. — Игра окончена! — возвестила принцесса. — Яви нам свое лицо! Преступник осмотрелся по сторонам. К сожалению, для лишенных крыльев вид с крыши открывался не самый обнадеживающий. — Вам некуда бежать! Последовавший за этими словами топот копыт возвестил, что ночная стража также прибрела на место задержания. — Стража! Взять его! — скомандовала принцесса, обернувшись к своим подданным. И с удивлением обнаружила, что вместо того, чтобы исполнять приказ, стражники замерли и уставились на нее странным и неверящим взглядом. Как будто привидение увидели, честное слово. Капитан Хейден стоял на крыше и испытывал весьма настойчивое желание провалиться под землю. К сожалению, этому мешало два факта. Первое. От земли его отделяла высота пары этажей. Второе. Эти этажи по большей части состояли из дерева, кирпича и бетона, то есть тех вещей, которые без особого восторга смотрят на подобные способности более мягких тел. Мне без усилий Кораджу удалось подобрать отвисшую челюсть и возвратить на прежнее место. Он пытался сосредоточиться на преступнике. Правда, тот факт, что он смотрел на него сквозь призрак принцессы, который оказался не таким уж и призрачным, не сильно помог ему в этом занятии. «Капитан, вы в порядке?» С сомнением спросило видение. «Я один ее вижу». Капитан оглянулся на остальных стражников, те помотали головами. Но не могли же они все разом сойти с ума. Возможность положительного ответа на этот вопрос заставила капитана вздрогнуть. «О чем вы, капитан?» Дух осторожно оглянулся. «Кого вы видите?» «У вас, принцесса...» Только и смог выдавить из себя капитан. На фоне тихого постукивания зубов младших констеблей это выглядело настоящим подвигом. «Что за глупости?» Возмущенно спросило привидение. «Конечно, вы меня видите, я ведь здесь!» Сказать по правде именно этот факт больше всего пугал Хейдена. Но вместо того, чтобы сказать такую правду в лицо принцессе, пусть даже и не совсем пребывающей в мире живых, лучше сразу закопать себя в яме. Вместе с парочкой голодных и очень ядовитых кобр, чтобы вдруг не заскучать. Может, надо просто сделать вид, что все в порядке? Для этого, конечно, придется уменьшить глаза хотя бы до размера блюдец и заставить зубы прекратить отстукивать первые такты чечетки. Но тогда есть шанс, что принцесса прекратит смотреть на него, как на пони, которого в скором времени ждет, ну, очень крупная неприятность. Пора бы уже заняться преступником, о котором позабыли все стоявшие на крыше. Разумеется, кроме самого преступника, который стоял на самом краю и явно что-то замышлял. Перепрыгнуть на другую крышу у него не было никакой возможности, капитан готов был поставить свой шлем, если бы кто-нибудь захотел поспорить на этот счет. И хорошо, что такого спорщика не нашлось, потому что расстояние между крышами из ужасающего вдруг превратилось в преодолимое, а новые шлемы в страже выдают только при поступлении. — Скорее! Не дайте ему уйти! — скомандовал капитан достаточно громко, чтобы ее услышали принцесса и стражники. И достаточно медленно, чтобы он успел от них отстать. — Пусть за преступниками гонятся призраки. А он заслужил пару минут спокойного отдыха во... — Капитан, держитесь рядом! — Хейден тяжело вздохнул. — Ну, конечно. — А на что, собственно, он мог надеяться? — Хотя, с другой стороны, если бы это привидение спело ему колыбельную и подарило подушку с одеялом, то капитану пришла бы пора переключаться с поиска преступников на поиск психиатра. И желательно побыстрее. Но в скором времени на пути капитана возникла еще одна небольшая, но довольно широкая и глубокая проблема. Расстояние между двумя крышами, которые с легкостью преодолел преступник, а также принцессы и оба младших констебля, правда, в последних трех случаях были задействованы очень полезные дары природы. И Коротч в который раз за эту ночь пожалел, что лишен какой-то там пары небольших крыльев, ну или хотя бы и пары толстых мягких матрасов, чтобы горечь падения ощущалась не так явно. Как бы то ни было, времени на раздумье не оставалось. «Джеронимо!» Хейден разогнался и оттолкнулся от края крыши, смело глядя в лицо опасности. Ну то есть он надеялся, что со стороны это выглядело именно так. Но на самом деле истошно вопящий разноцветный ком перьев, летящий в воздухе и махающий всеми конечностями, выглядит совсем не так, как вы представили бы себе образец решительности и отваги. Несмотря на это, ему почти удалось приземлиться. Если бы не поджидающий его пегаска, стоявшая на краю соседней крыши, то последней мыслью Хейдена было бы желание иметь при себе переносной и очень быстро раскладывающийся батут. Тем временем преступник, не теряя ни секунды, миновал ряд крыш, добравшись до самой низкой из них, с которой благополучно спрыгнул на землю, наверняка не услышав тихого вздоха, капитана, для которого этот прыжок мог закончиться вечным пребыванием на месте приземления в немного более расплющенном виде. Но сила притяжения твердых булыжников не помешала вору продолжать резво отдаляться от стражников, петляя по лабиринту узких улочек, где было бы так удобно скрываться от летающих преследователей, если бы не остававшийся за ним след из разноцветных перьев. Точно такой же след сейчас оставлял за собой Хейден, но капитан предпочитал думать о погоне, а не о том, как он будет смотреть в глаза младшим офицерам. Это не говоря о принцессе Луне. Путь вора обрел, наконец, осмысленную цель. Он направлялся в небольшую ювелирную мастерскую, специализирующуюся на изделиях из драгоценных металлов и наверняка сдиравшая со своих клиентов суммы, которые не всякий астроном сможет себе представить. Это маленькое здание обладало рядом преимуществ. На окнах были установлены решетки, а единственным способом войти в мастерскую, если вы не умеете ходить сквозь стены, была входная дверь. Один вход, один выход. Один вор, четверо стражников и призрак принцессы. Одна похищенная корона и один уставший капитан, жаждущий правосудие. Одна ночь, которая для кого-то будет не такой уж и спокойной. Младший констебль Свифтвенд попыталась разглядеть хоть что-нибудь в темном проеме двери. К сожалению, это была одна из тех ситуаций, когда разницу между открытыми и закрытыми глазами можно почувствовать лишь при движении век. Но стражу возглавляла принцесса Луна, ночному зрению которой завидовали даже кошки. Поэтому Пегаска отступила в сторону, пропуская принцессу в неизвестность, таящую в себе множество опасностей, коварного преступника, а также небольшой светильник, благодаря которому у стражников появилась возможность принести хоть какую-то пользу. Например, встать позади у принцессы и загородить с собой проход. Но вот чего стражники не увидели, так это преступника. Нет, конечно, посредине помещения висел в воздухе какой-то комок разноцветных перьев, слегка растрепанный и лишь отдаленно напоминавший фигуру пони. Да и не верилось как-то, что ужасная тень, заставляющая банкиров проводить бессонные ночи в своих хранилищах, а газетчиков разоряться на шрифт покрупнее, стоит прямо перед ними, а к тому же похожа на цыпленка-переростка. Вряд ли именно в эту минуту у вора появилось желание раскаяться, сдаться в копыта правосудия и провести остаток жизни, выращивая маргаритки на своем балконе. — Приветствую, доблестную ночную стражу, в этом скромном заведении! — торжественно произнесла куча перьев и повернулась к принцессе. — Принцесса Луна, очень рад видеть вас. Надеюсь, вы пребываете в добром здравии и не разлюбили фейерверки. — Ваш спектакль окончен. Пора опускать занавес! — громогласно провозгласила принцесса. — Правда? А мне кажется, что главное действие еще впереди. С этими словами смутный силуэт пони извлек из смутного силуэта сумки нечто золотое, блестящее и очень дорогое для одной из царственных особ. — А вы ведь за этим пришли! Взгляды ночной стражи мгновенно оказались прикованными к короне. Четыре пары глаз следили за ее блеском в оцветах пламени, за бликами огня на отшлифованных гранях драгоценных камней и над тем, как корона летит прямо в плавильную печь. — Ох, беда, уронил! — виновато промолвил преступник. — Вот незадачно, что поделать, природная неуклюжесть. — Это ничего не изменит! Рог принцессы засияла, в следующую секунду плащ преступника, а вместе с ним и остатки перьев оказались на полу. Как оказалось, плащ хоть и был поношен, но обладал одним поистину волшебным свойством — защищал гриву и хвост от промокания в дождливый стенек. Ну, еще он давал своему владельцу возможность некоторое время побыть невидимым, но это скорее было приятным дополнением к его магическим свойствам. Как бы то ни было, преступник явил свое истинное лицо под изумленные взгляды ночной стражи. Теперь они знали, кто скрывался под именем тени. Это был... Эпилог. Тайтвот фон Голд, вы арестованы именем нас по обвинению в похищении особо ценных предметов. У вас есть право не прыгать в печь и попросить кандалы для конвоирования. Все, что вы можете сделать, будет использовано против вас. Неужели все фразы стражников настолько банальны? Фон Голд, казалось, не испытывал никакого беспокойства по поводу своего разоблачения. Не банальнее, чем мотивы преступников, — парировала принцесса, — обокрась самого себя ради увеличения собственных полномочий. Последним штрихом должна была стать корона моей сестры. Но теперь у тебя нет выхода, сдавайся! Ах да, а теперь мне стоит сказать, что у меня бы все получилось, если бы не ночная стража. Скучающим голосом ответил миллионер. Нельзя ведь ломать законы представления. А сейчас покорно прошу простить меня, мне пора. Приятно было познакомиться. Помещение окутал густой черный дым, через который можно было увидеть только другой слой дыма, да и то только если постараться. Свифтвенд бросилась к выходу. Это был ее шанс не упустить преступника, для которого дверь была единственной надеждой на дальнейшую счастливую жизнь, не обремененную большим количеством решеток и замков. Но этому и должна помешать ночная стража, пытающаяся откашляться от дыма и продолжить преследование. Пегаска разбежалась и взлетела в ночное небо, которое, безусловно, было красивым, но от этого не становилось менее холодным. Почти сразу же она заметила темную фигуру, которая уже успела забраться на крышу мастерской, и теперь резво перемахивала с одного дома на другой, ничуть не заботясь о том, что на остальных пони вроде бы должна действовать гравитация. Младший констебль набрала в грудь побольше воздуха и ринулась в погоню. Уже в третий раз за ночь. Тем временем оставшиеся стражники во главе с принцессой все-таки завершили обряд изгнания дыма из своих легких и получили силы продолжить погоню. Капитану, правда, придется следовать за ними по земле. Еще пару трюков с крышами его копыта наотрез отказывались совершать. На этот раз у преступника не оставалось шансов ускользнуть из копыт правосудия. Прыжки по крышам хоть и впечатляют, но для летающих преследователей они ничем не отличаются от обычного бега по земле. Наконец, принцессе и Свифтвинд удалось оказаться на той же крыше, что и преступника. Спустя пару-тройку прыжков они могли различить каждый волосок в его хвосте. Надо сказать, что особым разнообразием похвастаться они не могли. А вот с прыжком на следующую крышу у фон Голда возникли проблемы. Дом на противоположной стороне улицы стоял слишком далеко, а принцесса была слишком близко, что не могло радовать до сих пор неулавимого вора. — Именем нас остановитесь! — приказала Луна. — Ладно, ладно! — вздохнул фон Голд. — Вы меня поймали! — Правда? — насторожно спросила Пегаска. — Правда, правда! — кивнул преступник и бросил стражников в небольшой шар, назначение которого так и останется неизвестным, потому что принцессе удалось направить его полет в нежелательную для Тайтовода сторону. Луна сделала шаг вперед. — Стойте! — преступник ухватился за последнюю соломинку. — Но ведь пони не может навредить другому пони! — Верно, амиго! — подтвердил Бас у него за спиной. — Только вот я не пони! — Хорошая работа, Луна! — кивнула принцесса Селестия, входя в штаб-квартиру ночной стражи. — Можно считать, что ночная стража снова исполняет свой долг? — Конечно! — ответила принцесса, сложившая с себя обязанности по командованию стражей. — Я уверена, что теперь Контерлот может спать спокойно. — Но как же быть с твоей короной? — Корона? А какая корона? — удивила Селестия. — Ах, эта корона! Пустяк не более! Не волнуйся из-за нее! И вовсе не обязательно Луне знать, что в печь отправился искусно выполненный муляж, а настоящие регалии принцесса хранила в ящике своего письменного стола. — Вовсе не обязательно. Тем более это золото так натирает шею! — А что же дальше? Луна оглянулась на офицеров. Они стояли ровным рядом, пытаясь принять как можно более героические позы. Получалось вроде бы неплохо, но вот посиневший капрал, похоже, скоро свалится от нехватки воздуха. Затем перевела взгляд на несуществующие двери штаб-квартиры. — Нужно починить здание, набрать новых рекрутов, обучить их, позаботиться обмундировании, а еще... Луна незаметно подмигнула сестре. Надо бы увеличить финансирование. — Да, но кто всем этим займется? — спросил Хейден. — Новый командор, конечно же. — И кто же он? Вы пришлете нам офицера из Дворцовой Стражи, чтобы он командовал нами? Это просто... Начал было Хейден, вовремя сообразив, что дальнейшие слова необходимо выбирать не из той части лексикона, которая подходит для общения в присутствии обеих принцесс. — Вы, командор Корридж, вы займетесь всеми этими делами? — Улыбнулся, Луна. — Я... Но ведь... Я... Командор Стражи? — Скажите мне, что это не сон. С надеждой спросил только что назначенный командор, боясь проснуться в самый неподходящий момент. — Да, командор, вы не спите. А теперь слушайте мой приказ. Ночной Стражи немедленно приступить к выполнению своих обязанностей. Организовать патруль улиц, а также охрану важнейших городских объектов. — Но, принцесса, мы ведь только что гнались за преступником через полгорода и... — Командор! — Э... Слушаюсь, принцесса. Корридж вытянулся по стойке смирно. — Вы слышали приказ? — Выступаем. И пусть ночь будет спокойной. И пусть ночь будет спокойной. Конец.